Привет, друзья, с вами Юрий, команда TicTacMir. Обозреваем сегодня часы из серии Casio G-Style, железные, новая модель, такие все прям прикольные, тяжелые. Модель Casio GST-B100D-1AGF. Буква B на герлочки означает, что в этих часах есть Bluetooth, они с некоторым скрипом относятся к смарт-часам, и мы с вами обязательно рассмотрим, как они вот с телефонов связки работают. Вначале давайте я вам покажу по размерам. Моделька слева это GST-W300 и B100 справа. Размеры, собственно говоря, к чему начинали, к тому вернулись. GST-1 сотые были большие, и вот Bluetooth-ные тоже снова стали большие. Вы видите, что размеры, ну, действительно, они колоссальные. Если у вас рука небольшая, я, наверное, не буду советовать именно вот эти часы покупать, все-таки они большие, и на моей руке 17 сантиметров. Ну, вообще не выглядит, я вам чуть позже фотку покажу. Предлагаю сразу начать с самого интересного, а именно связать эти часы с телефоном и посмотреть, что они могут. Калибр здесь новый 5513, и когда мы открываем программу Casio G-Shock Connected, вот сейчас на выбор нам предлагают две модели GPW-2000 и GST-B100. 2000 мы уже обозревали, если видели, супер, если не видели, обязательно посмотрите. Итак, выбираем, и нам по инструкции нужно нажать и держать левую нижнюю кнопку 2 секунды. Давайте мы это с вами сделаем. Нажимаем, и часы сейчас должны сконнектиться. Смотрим, что будет происходить на часах и на телефоне. Внимательно, обнаружены новые часы, зарегистрируем их в программе, и сейчас произошло сопряжение. Автоматически должно будет подвестись время, но время сейчас идет точное. Если бы стоял другой часовой пояс... Ага, не удалось соединить. Ну, бывает, еще разочек нажмем. Технические неполадки, как сказали бы на первом или втором канале. А к чему это я говорил, что если бы стояли... Да, опять не удалось соединить. Очень странно, давайте пробовать. Очень-очень непонятная ситуация. Если в третий раз такая ерунда получится, то надо будет тогда нажать еще раз кнопочку, вот эту вот нижнюю. Дважды не получилось. Давайте попробуем еще раз. Нажму назад. Так, выберу B100. И нажму 2 секунды. Смотрим. Обнаружены новые часы. Пробуем еще раз. Я скажу, что до этого я настраивал сопряжение с телефоном, и все работало вообще с первого раза. Все, видимо, какие-то проблемы были. Все. Загрузилось, подгрузилось все. Соответственно, если бы здесь был другой часовой пояс, то время на часах стало бы временем с телефона. Смотрите, в самой программе что у нас есть интересного? Мы можем настроить мировое время и местное время. К примеру, давайте поменяю вот эти вот настройки и отправлю их в телефон. Нужно не только нажать вот эту кнопочку, но еще отправить все это дело в телефон. Точнее, в часы, извините. Итак, вы видите, идет настройка. Все поменялось. Давайте вернем. Возвращаем. Очень быстро все крутится. Классно. Не так, как в линейке океанов, но тоже достойно уважения. Это работа инженера в Casio. Дальше. В левая вкладка это инструкция. Кому интересно, все на русском языке, можно полностью посмотреть. Саму программу я скачал в маркете, никаких проблем не возникает. Также есть у нас будильник и есть у нас таймер. Можно настроить и посмотреть, как это работает. Давайте, к примеру, посмотрим, как работает будильник. Мы его сейчас включим и настроим время. 13 часов 53 минуты. Если успею, то мы услышим с вами, как будильник в этих часах играет. Вроде бы успел. Ну что, давайте слушать. Сейчас немножко и у нас будет звук будильника. Часы пока, напомню, настраивают время. Я туда-сюда гонял основное и мировое время. Вообще, модель мне понравилась. Добротно все сделано. Понравилось, что браслет полностью литой. Не как было на предыдущих моделях. Так, смотрим, ждем. Уже 53, но почему-то ничего не изменило. Давайте сделаем... А, извините. Ребят, выходной вчера был. 4 ноября всех с праздником. Видимо, отдыхать надо было меньше. Время перепутал, но ничего. Так, настройка завершена. Ждем. Пока расскажу немного об этих классных часах. 13.54 я настроил будильник. Скоро мы услышим его звук. В самой программе TheShock Connected больше ничего нет. Таймер можно поставить. Звук будет точно такой же, как в будильнике. Все. То есть, в принципе, программа служит для того, чтобы настроить легко время. Поскольку настройка времени, это, наверное, самое сложное, что может вообще, в принципе, быть в часах. Тем более, для тех, кто постарше или, наоборот, помладше не разбирается. Особенно, если инструкция на английском. То настроить часы именно через программу, по мне, это очень и очень удобно. Даже кнопочка Bluetooth. А вот и звук будильника. Все. Порядка 10 секунд это все дело у нас прозвенело. Вполне себе, вполне хороший будильничек. Давайте пойдем дальше и рассмотрим непосредственно сами часы с точки зрения часов. Материал корпуса. Это сталь. 200 грамм. Хороший браслет, как я уже сказал. Здесь нет никакой пластиковой подкладки. Звенни литые. Пластик есть совсем немного на нижней части корпуса. И застежка, по-моему, она, кстати, литая. Давайте проверим. Я уже не помню. Да, литая. Часы давно получил, но времени совсем-совсем, друзья, мало. Совсем не получается делать обзоры вовремя, чтобы они выходили. Итак, модель GST-B100. Готово имеет диаметр циферблата 35 миллиметров, по безелю 47,5, полностью со всеми выступами 53,5 и высота от сих до сих 57,5 миллиметров. Толщина 14 миллиметров, вес порядка 200 грамм. И, как я уже сказал, на моей руке 17 сантиметров. Все-таки они не смотрятся, они, я считаю, большие. Возможно, все это обусловлено тем, что сама технология Bluetooth-калибров, вот этих, не совсем, механизмы маленькие, и поэтому много места занимают в самих часах. На правой боковой грани находятся три кнопки управления, хронографами, будильниками, вручную, естественно, все можно настраивать. Заводная головка, здесь кнопка сопряжения с телефоном Bluetooth, и кнопка также режимов, есть в них и LED-подсветка, что очень важно, считаю. И есть здесь также люминофор. Ну, если люминофор, он практически никакой, то LED-подсветка очень даже классная. Также стоит обратить внимание на циферблат, мировое время на 6 часах, вечный календарь здесь, конечно же, с датой, дата между 4 и 5 часами, указатель функций на 12 часах и там же день недели, секундомер еще раз, будильник и таймер здесь есть. И обратите внимание, вот это слева такая штуковина непонятная, турбодвигатель, по задумке инженеров Casio, это переключатель. Ну, как бы режимов, что ли, да? То есть, эта штука, она отвечает, по сути, за какие-то функции. Если, к примеру, заряд батареи низкий, то будет показываться красная область. Не знаю, как вам показать. Видите, вот так вот она, собственно, делается. То есть, если вы, к примеру, запустили таймер, то он будет полностью сначала красный, а потом пойдет обратно отчет, и вот этот вот двигатель, он будет двигаться. И когда дойдет до черного, соответственно, все, таймер закончился. То же самое с зарядом батареи. Когда дойдет до красного, то, значит, заряд совсем низкий, сейчас заряд хороший. Такая вот, может, даже интересная вещь получилась у инженеров Casio. Модельный ряд этих часов уже состоит из нескольких моделей. Есть стальные, есть даже с карбоновым таким безелем. Жутко дорогие, практически в два раза дороже. Но у них сапфир, здесь, кстати, минералка стоит. Так вот, здесь карбон, сапфир, и цена почти в два раза дороже. Но, друзья, за эти деньги можно купить уже модель MTG-100. Может быть, кому-то даже предпочтительнее будет. Хотя, если сравнить вот эту модель и MTG-100, MTG, точнее, особо образованные зрители меня поправят. Я все-таки своим немецким не всегда вспоминаю, как нужно все это дело говорить. Так вот, если мы сравним MTG-100 и GST-B100, я, честно говоря, не знаю, почему цена вот этих 55 тысячен, тех 95. Да, когда вот этой модели не было, были первые GST, они были так себе. И MTG-S все-таки были получше. Сейчас же, что мы имеем? Такой же классный корпус, такой же классный браслет, полностью литой. Даже здесь нет пластика вот внутри. Литая застежка. Пластик на корпусе то же самое, что и у MTG-S1000. Люминофор есть. И здесь еще есть LED-подсветка, которой нет в MTG-S1000. LED-подсветка, я на своем примере понял, что это очень крутая вещь на самом деле. Да, здесь нет радиосинхронизации, но здесь также есть солнечная батарейка, вечный календарь и есть технология Bluetooth, с помощью которой мы с вами можем настроить часы, соответственно, сама по себе радиосинхронизация нам, ну, извините, просто нахрен уже не сдалась, да? Ждать, ловить у окошка, когда же она, когда же поймает, особенно в наших широтах. Если бы жили в Европе, то было бы проще. Но здесь, в Москве или глубже в России, за Москвой очень и очень все это редко происходит. В том же Нижнем Новгороде и дальше можете вообще не поймать. Так вот, наличие Bluetooth, это, я считаю, плюс. По сравнению с радио, которое у нас не распространено, это, наверное, все-таки плюс при выборе между моделями МТГ и вот ГСТ. Так, друзья, будем заканчивать. Краткий вывод. Касио подтянули модель G-Stile. Вот эти железные классные. Пока они большие, но классные функциональные. И если вы выбираете между тысячными МТГшками и думаете, что же взять подешевле, однозначно, вот вам мой совет. Шикарная модель. Если на руку садятся, берите, не пожалеете. Тем более, что цена на них примерно 25 тысяч рублей, а на МТГ 45 тысяч рублей. Ну, друзья, да, выбор очевиден. Смысл переплачивать. Хорошие вышли часы. Особо отмечу еще раз лет подсветку. Сам пользуюсь. Позже расскажу практическое ее применение. Не только время считывать. Хорошие часы. Всем спасибо. Всем отличного настроения. И носить хорошие часы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok